едем на АКУ снимать судаков осетров если найдем если повезет блин я уже в предвкушении там должна быть глубокая очень такая тяжелая нырялка надеюсь сейчас показать вам ребятки что такое реально тяжелая подводная охота в холодной воде с низкой прозрачностью на больших глубинах сильным течением и сильной и закоряженность слушай а с Лехой знаешь как мы познакомились вообще мы этот с Вовой решили поехать короче говоря на подводную охоту я говорю на АКУ надо по-любому на АКУ надо блин вот как ни крути блин надо осенью мне сказали что там прозрак хороший там лодка нужна давай лодку искать я на авито нахожу объявление катер типа но для прогулок я звоню на это объявление так и так вот мы ныряем подводные охотники можете нас покатать он что это такое типа я даже не знаю но у меня дороговато типа стоит там это же на целый день надо я говорю да ладно ну не критично там давайте разберемся ну хорошо перезвонит мне потом через полчаса вы где говорит останавливайтесь-то куда мне подъезжать на катере я говорю да там вот база есть отдыха он говорит а ну недалеко слушайте а может быть этот у меня остановитесь а что у вас там гостиница он говорит да нет ну домик у нас с женой мы живем есть места говорит вот так бывает приезжают на рыбалку люди останавливаются я говорю ну давайте попробуем что нет-то у меня жена говорит готовит вкусно мы приехали короче говоря вечером так поздно как они нас накормили ужином и с тех пор собственно говоря как-то закорешились Лехой у нас несколько ребят с кем постоянно ездим там тусуемся ну знакомые охотники мы им сказали про это место вот они тоже теперь клёхи ездят удобно капец катерок хороший ныряешь включаешь всплываешь выключаешь вообще сейчас что идем мы сейчас идем чтобы поснимать стерлядку народу показать что ее много что она есть потому что ночью я в жизни не пошел здесь не было только этой стерлядки глянем что там будет вот и самое главное что сегодня пятница двинадцатая поэтому андрюха собрался ловить ведьму какую-то вот здесь там а что делаете они там может быть заблудилась говорит погнали уже не терпится в воду залезти в начале фары светят такое чувство что там вообще пятеро прозрак в эту темную лунную со звездами ночь попытаемся показать всю прекрасную природу которая у нас есть осетровые одни из самых древних существ на земле представители семейства обитали на нашей планете еще семьдесят пять миллионов лет назад удивительно но структура тела этих рыб остается неизменной последние 20 миллионов лет осетровые обитают не только в соленой но и в пресной воде ваке наши подводные охотники могут повстречать русского оседра стерлядь и бестера если созерцание стерлядей и бестера ваке дело привычное то увидеть русского осетра большая удача примерно раз в два года мы слышим от друзей охотников рассказы о русском осетре в водах оки доказательств тому нет верим им на слово ведь с камерами не часто ныряют а убивать такую редкую рыбу никто из наших конечно не будет это тоже есть конечно прекрасно я туда дошел сначала то вообще мелко поэтому я не смотрел посередине возвращался и подошел уже сюда поэтому сейчас против красивые мелкая стерлядью и бестером никого из охотников не удивишь мы подводные охотники как никто другой видим результат работы рос рыболовство благодаря такому подселению популяция осетровых ваке ощутимо растет стерлядь и бестер являются предметом многочисленных споров даже опытных подводных охотников эти споры небезосновательны отличить одну рыбу от другой действительно сложно из-за их внешнего сходства это связано с тем что бестер помесь белуги и стерлиги отсюда и название бе от белуги и стер от стерлиги бестер от каждого родителя бестер взял самые полезные по мнению людей качества быстрый рост белуги и раннее созревание стерлиги не стерлить не бестер они тем более русского сифра стрелять бассейне оки нельзя все представители осетровых внесены красную книгу поэтому за их убийство предусмотрен штраф но подводных охотников останавливает не только перспектива расстаться с кругленькой суммой но и моральная составляющая у нас просто рука не поднимается убить такую красивую рыбу и вы не стреляйте ее просто любуйтесь море видел море прям видел море да очень много налима прям вообще-таки по два килограмма с лишним наверное конечно стерлиги очень много маленькой что очень радует потому что в наше время ее вид достаточно проблематично и здесь вполне достаточно но мы ее не трогаем просто снимали хотели показать остальным ну и получил массу удовольствия стерлить удалось заснять конечно на лимов стерлить стерлить много удалось заснять причем некоторые даже такие были под килограмм наверное что так за всю дорогу за мной бобер плыл долбил хвостом некомфортно было плавать конечно но днем просто нельзя стерлить заснять а ночью конечно она отпускает а можно погладить я несколько раз там руками брал на камеру показывал то есть эта рыба безобидная которую любая может взять в принципе не имеет даже опыта никакого все прикольно на самом деле этот стреляночки в принципе как планировали поснимать поснимали я наверное ну штук сорок видел их для и слева и справа в руку возьму в руке поснимаю так покажу на камеру так покажу на камеру а налимов 2 налимов я кстати снял одного маленького прям совсем а второго налима на мелкоте вот прям по колено глубина и вот я его долго снимала минут 5 или 7 тоже со всех ракурсов ну и вот акушков акушков уточку взял ну они не прям гигантки но блин копченые такие окуни и это прям моя страсть поэтому я их собственно я решил пригласить себе на пивко они приняли приглашение они приняли приглашение первый день впечатление получили уже завтра думаю будет гораздо интереснее все слушай но мне показалось что прозрачность метра два это гораздо лучше чем было прошлый раз это вообще существенно лучше прямо без приключений не обошлось может во всем виновата пятница 13 а может просто мы оказались в нужном месте в нужное время мы уже возвращались на базу к лёхе уставшие и честно говоря немного замерзшие когда на обочине вдруг промелькнул силуэт человека стоящего на коленях решили остановиться узнать нужна ли помощь вышли из машины и увидели бабушку лет 70 75 оказалось что идти сама она не может да и куда шла не помнит мы попытались выяснить хоть что-то как зовут где живет откуда идет безрезультатно а на улице ночь холодина минус один и ветер я вообще не пойму у меня тот раз человек тонул приехала мчс скорая помощь спасатели все остальное 15 минут здесь бабушка никому не интересно вообще я дальше потом позвоню в кого какие структуры будут проблемы у всех остальных давайте решайте сюда участкового всех остальных вызывайте есть службы которые должны этим заниматься мы просто прохожие которые хотим помочь кто-то из вас будет помогать или нет мы не поймем после этого минут через 20 25 приехала скорая надо заметить неплохой временной результат для богом забытой деревеньки пока ждали медиков отогревали бабулю в машине за это время что-то в ее голове щелкнуло и она вспомнила свою фамилию это позволило нам найти ее сына он приехал очень оперативно всего на минуту позже скорой хорошо что мы поехали до деревни напрямую через грунтовку они в объезд по асфальту но кто бы мог подумать что история с бабулей на этом не закончилась и продолжилась на следующий день а пока погнали в гости к лёхе первый раз вообще сюда приехал мне мысли не было чтоб куда-то переезжать перебираться приехал просто дикарем отдохнуть на реке и как-то эти места прям вот с первого раза они зацепили здесь душевно спокойно тихо ну по сравнению даже с московской областью приехал посмотрел дом нам женой понравилось после этого как дом приобрели у нас женой появилась мечта может быть интерес такой чтобы переехать сюда в дальнейшем продали кое-какое имущество в городе обустроили здесь ну чем-то заниматься надо решили что будем приглашать туристов и вот как бы с этого все началось самые счастливые люди это люди которые занимаются любимым делом алексей обожает природу рыбалку свой катер этот дом он сумел совместить работу с тем к чему тянется душа и кажется он по-настоящему счастлив от этого и нам максимально приятно приезжать на базу к лёхе тут мы не просто останавливаемся в гостевом доме мы проводим время с единомышленником с нашим другом а еще нас притягивает невероятно вкусная домашняя еда которую виртуозно готовит супруга алексея я не преувеличиваю такой домашней кухни мы не пробовали еще пожалуй нигде все в принципе тут до шипца все готово что предвкушение 3 кушать не конкретно вообще мандраж конечно блин тем более не ходу что ты показал вчера вообще такое чувство что там в три плюс погнали мы в него короче говоря давайте на речке встречается тогда и а и и и и и и Тот, кто видел хоть однажды этот край и эту гладь, тот почти березки каждой ножку рад поцеловать. Края, о которых пишет Сергей Есенин, в наше время являются важным историческим и культурным памятником. Вдоль берегов Оки находятся деревни и города, монастыри и усадьбы, появившиеся задолго на нашего с вами рождения. Каждое место на Оке имеет свою уникальную и очень богатую историю. Самый яркий пример – руины города-крепости Дивегорск. Он был основан почти тысячу лет назад, в конце XI века. На месте этого города вплоть до XIX века находилась деревенька Дивегорская. В 2011 году археологическая экспедиция обнаружила здесь следы посады и кладбища, хотя большая часть городища была разбыта водами Оки. Ока – крупнейший правый приток Волги. Она берет начало в Орловской области и впадает в Волгу в Нижнем Новгороде. Протяженность реки более 1500 километров. На всем своем пути Ока притягивает к себе несколько сотен притоков. Падающие в Оку реки, среди которых Москва, Сетр, Клязьма, способствуют разнообразию и обогащению ее флоры и фауны. В Оке насчитывается более ста видов и подвидов рыб. Для нас, как для подводных охотников, наибольшую ценность представляют судак, сазан с белым амуром, толстолоб, сом и, конечно, осетровый. Последние не как добыча, а как предмет любования и восхищения. Судаки там слева могут стоять под второй корягой, а колту такое, вот они на нем лежали. И оно прям вот видно, что обособленное там. Ну что, мужики, давай! Наш вы мураве! Ну вот, на трудовую охоту! Ну да! Не шиляю! Ну, снимаю их прямо много. Ну там скопление рыбы как. Ну, лещ мелкий и мало, а изю прям здоровый. Да лёх есть, правда. Слушай, я так долго думал, стрелять его, не стрелять. Я прям на него направил, свозлю хвост. Думаю, а кто это? Ясь опять. Поворачиваюсь, а он же тёмненький, спинка тёмненькая. Я не соображу, вот. Какой? Тут разглядел, короче говоря, что судачок. И он такой на меня, типа, ты кто? Фигак-фигак поворачивайся. Думаю, блин, стрелять, не стрелять? Ну, думаю, не, но он точно съедобный. И полторашечка, наверное, на него есть. Думаю, не стрелять. Думаю, не стрелять. Мешочек под рыбу неплохой, правильно? С серьёзными намерениями приехали. А что под корневищем вообще ни хрена? Ничего, я прям под эти вот... Вот понял, да, когда и сходятся. Везде ветки, и сросшиеся стволы, да, в этих... Ну, всё, я тут облизал, со всех сторон зашёл. Со всех сторон нифига, да? От слова совсем. И вот, понял, да, вот эти вот два, которые торчат, вот они сходятся в одно. Да, и вот тут ещё... И по нему до самого низу, и нифига, да? И ничего, и на просвет ветках смотрел, может, лежат, они любят. Бывает, да. Вот напротив стал. А справа там как вверх, и ступеньками поднимай. Ну, вот Саша вот на правильную точку вышел. Вот там они и крутятся, эти сазаны. Вот куда он сейчас вышел, да, это вот прям... Саша вот, да, это вот прям... Саша вот, да, это вот прям... Рыба с серебристо-золотой чешуёй, которая часто мелькала на ваших экранах, судак. Судак наиболее ценный, по мнению рыбаков и подводных охотников, представитель семейства кунёвых. Любит и ценит судака не только за его внушительные размеры, но и за вкусовые качества. Плотное белоснежное мясо судака очень вкусное. А в совокупности с его количеством... Удачный улов. Судак – удивительная хищная рыба с широким ареалом обитания. Уникальный представитель семейства кунёвых обитает как в пресных, так и в солёных водах. Средний размер – около полуметра. Вес – от одного до четырёх килограммов. Это среднее значение. Впервые хищная рыба появилась около 25 миллионов лет. 20 из них ушло на эволюцию. И последние 5 миллионов лет внешний вид не изменяется. Особенность пасти судака – четыре клыка по паре сверху и снизу. Кроме судака, клыки имеет только китайский окунь. Именно поэтому подводные охотники и называют судака клыкастый или просто клыкастый. Это судак на килограмм, да? Вот у него два клыка. Неприличных не обижаем. Этот уже. Для жизни судак выбирает глубокие участки водоёма, предпочитает коряги и камни. Донный грунт также должен быть твёрдым. Поэтому участок с большим количеством водорослей он будет обходить стороной. В народе ходит поговорка «глупый, как судак». Дело в том, что данный хищник очень азартен. И погоня за добычей иногда приводит к тому, что неудачливая рыба оказывается на берегу. Конкретно, то есть я вам скажу, либо они сваливают, либо они этот, как его, вот прям в крайний момент, я только нажимаю на такой крючок, он тут же из-под меня вылетает, гад. Я ведь не знаю. И причём на мели все, я удивился, полтора-два метра в крёвнышках стоят и всё тут. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я никогда не думал, что столько судака на полутора метрах. То есть я плыву, в буквальном смысле, с поверхности смотрю в гору. Я шмяк промазал, шмяк промазал, шмяк промазал, а так несколько раз прикинь. Это всё около берега? Да, прям под берег. Не, ну судачка мы набрали, чё? Рыба очень вкусная. У меня и дети, единственная рыба, которую дети у меня любят жрать. Говорят, Глент, пап, судака, типа, возьми. Я вот уезжал сейчас, мне и Настя, и Андрюха, пап, давай судака. Заказ. Это вот на виши, это в этом году они попадали. А под ними глубина какая? А я ещё не знаю. Доля разной рыбы в рационе судака составляет около 90%. Однажды в Днестровском водохранилище был пойман 2-килограммовый судак, в желудке которого было обнаружено 5 бычков и 40 уклеек. Невероятная прожорливость. Слушай, а этого кто-то жрал, гляньте. А? Жрал его кто-то. Да, он уже из той стороны. Это его щука, походу, делала. Или другой судак, или щука. Мы хотели его этот. Или здесь тоже, это мой выстрел. А это вот укуса, видишь? А, да, вот смотри. Или большой судак, или щука, два клыка прям. На, два клыка. Понимаете, да, какая здесь есть хищная рыбка, блин? Это судак, это не щука. Судак, да? Да, два клыка. А что, не ганнибалы, что ли? Судак, судак. Вот, смотри, смотри, два клыка. Ты прикиньте, клыки где были. Вот клык и вот. Это Сашин выстрел, а вот это вот клык и вот клык. Таня, смотри. Видишь клыки? Вот, да, клыки. Это судак на килограмм, да? Вот у него два клыка. Вот расстояние между клыками. Такая пасть добавляет. Ну, это 10 минимум. Это здесь получается где-то. 10 кило где-то, да. Где же ты плаваешь? Видишь ты, зараза, такая, да, плаваешь. Где-то он плавает. Но он тут есть, как бы, 100%. В начале видео мы заинтересовали вас, пообещав рассказать продолжение истории про найденную в ночи бабулю. За ночь мы успели согреться, обсудить и переварить произошедшее. Однако на следующий день, когда мы были на охоте, егерю Алексею звонит сын той самой бабушки. Мы подумали, что он просто хочет еще раз поблагодарить нас. Спасибо он нам, конечно, сказал. И за благодарностью последовала история, которая удивила нас не меньше ползущей по дороге бабушки. Оказалось, что бабуля все это время была в здравом уме и твердой памяти. Она прекрасно помнила, как ее зовут и где ее дом. Вероятно, поэтому, увидев в пятерыв мужиков, трое из которых были еще и в гидрокостюмах, она испугалась и решила изобразить амнезию. Смеялись мы долго. Зато будет, что вспомнить, кроме прекрасных природных видов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, эти места многими вещами уникальны. Например, достопримечательность одной из здешних мест – это кривой лес, так называемый пьяный лес. Его называют кривой лес. Ну, уникальное такое природное явление. По крайней мере, ученые, как там написано, не могут объяснить, почему это происходит. Но много сюда приезжают и туристов, и исследователей. И даже в последний раз приезжала съемочная группа, снимали сказку в этом кривом лесу. Потом есть еще такое уникальное явление, как родник фонтан. Ну, я его так называю. Это родник. Он бьет 5-7 метров в высоту круглый год. И зимой это очень такое уникальное зрелище. Помимо реки, есть еще дубровы всякие. А так вообще это место находится в поселении князя Голицына. Наша вылазка на выходные определенно оправдала наши ожидания. Охота удалась. Акап порадовала нас обилием рыбы и прозрачностью на уровне полутора-двух метров. Вполне приличный результат. Тудака мы наелись буквально, а осетровых наелись глазами. Жаль, совершать такие выезды нам удается нечасто. Отдельное спасибо Алексею за его гостеприимство. А мы отправляемся ждать следующей поездки. Надеемся, успеем еще в этом году попасть на чудесную реку Аку. Редактор субтитров А.Семкин